Здравствуйте всем, кто зашел первый раз на мой канал. И хочу поприветствовать всех, кто регулярно смотрит мои видео. Я приглашаю вас порисовать вместе со мной. Сегодня нарисуем зимний пейзаж. В самом начале сделаем легкий рисунок карандашом. Я наметила линию горизонта, неровную линию леса вдалеке. А на первом плане рисую березу, ствол и основные веточки. Нарисую домик на дальнем плане. Сначала рисую вертикальные линии стен. Добавляю пол и потолок, которые должны соединиться в перспективе. Дорисовываю крышу. Добавляю небольшие окна, дверь и трубу. Рисунок карандашом готов. Теперь перехожу к краске. Буду работать обычной детской гуашью. В наборе у меня 12 цветов. Сейчас я начала закрашивать небо. Я смешала белый с темно-голубой краской. И теперь горизонтальными мазками наношу на бумагу. Сверху небо более насыщенного цвета. Ближе к лесу и линии горизонта высветляю при помощи белил. И пока краска мокрая, белым цветом нанесу горизонтальные мазки, создавая таким образом облака. Теперь перехожу к лесу на дальнем плане. Голубую краску на палитре добавляю темно-синего. И заполняю лес мазком. Время от времени в эту краску добавляю еще темно-голубого или темно-синего. Линию горизонта оставляю ровной. А верхнюю часть леса рисую с неровным краем. И сейчас уже становится видно, что лес вдалеке светлее, а на ближнем плане ярче. И пока он будет подсыхать, перехожу к поляне. Рисую светло-голубой краской, смелыми, размашистыми, горизонтальными мазками. Я нанесла первый слой краски на бумагу. Теперь нужно подождать и хорошо ее просушить, чтобы продолжить рисовать детали. Моя работа уже подсохла, и я начну рисовать елки на дальнем плане. Смешиваю изумрудный и темно-синий и добавляю елочки. У меня есть отдельное видео на канале, как нарисовать елку в снегу. Заходите, смотрите. На ближнем плане рисую елки покрупнее, чем дальше, тем они становятся меньше. Вы для себя можете сами решить, сколько елок будет у вас на картине. Как они будут расположены. Может, вы захотите сделать больше их или меньше. А сейчас я смешала светло-голубую краску и добавляю мазком снег на деревьях в лесу. С левой стороны я решила сделать дерево на первом плане, поэтому добавляю мазки прямо на небо. Этим же цветом я рисую снег на елках. Осталось дорисовать стволы деревьев и веточки. Смешиваю коричневую краску и немного синюю. И рисую тонкие линии. Это стволы деревьев, веточки, которые видны сквозь снег. И сейчас не нужно рисовать стволы и ветки полностью. Рисуем только кое-где в некоторых местах. Сейчас с левой стороны я дорисовываю веточки покрупнее. Это дерево, которое находится на первом плане. И белой краской добавляю снег. С дальним планом я закончила, теперь перехожу к березе. Рисую ствол белой краской и добавляю основные веточки, спадающие вниз. У ствола они толще. Теперь смешиваю синий с коричневым. У меня получился черный цвет. И добавляю пятнышки на березе. Снизу их больше, сверху меньше. Этой же черной краской добавляю мелких веточек. И так как береза находится на первом плане, я не боюсь, прям захожу на лес. Пока береза будет подсыхать, я займусь домиком. Свет в моей картине будет падать с левой стороны, поэтому слева я рисую домик светлее, справа потемнее. Я решила нарисовать стены серыми, но вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится. На крыше будет лежать снег. Сейчас я закрашу ее светло-голубой краской, чуть позже добавлю светлых мазков. Осталось черным цветом дорисовать окна, дверь, подчеркнуть край крыши и трубу. Добавляю белых мазков на крышу, блики на окна и дорисовываю падающую тень в правую сторону голубым цветом. Светло-голубой краской мазком рисую дым из трубы. Домик готов, теперь я возвращаюсь к березе, она как раз уже подсохла. Я взяла веерную кисточку и голубой краской рисую снег на веточках. Сейчас я не прижимаю кисть полностью, а слегка касаюсь кончиками. Теперь этой же кисточкой беру белый цвет и добавляю светлых небольших мазков. Тонкой кистью белой краской добавляю снег на основные ветки. Береза готова, теперь веерной кистью я добавлю мазки на поляну и проработаю первый план. Рисую заснеженные кусты возле березы. Решила добавить тропинку голубым цветом, которая ведет к домику. На первом плане она расширяется. Серой краской дорисую небольшие веточки и белой краской снег на кустах. Осталось добавить падающую тень от березы голубой краской и добавлю в картину падающий снег при помощи набрызга. Зимний пейзаж готов! Спасибо, что досмотрели это видео до конца! Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, а я подарю эту картину одному из подписчиков, который оставил комментарий под этим видео. Подробности в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok